27 апреля в Иннополисе состоялся российский венчурный форум. Среди гостей значился президент Татарстана Рустам Миниханов и помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. На открытие форума презентовали инновационные возможности Татарстана и тех структур, которые развивают технологии будущего. Среди них и Казанский федеральный университет. Гостям были представлены проекты инженерного института. Сегодня презентовали два проекта. Первый проект это робот Рома, так называемый, робот антромоморфный, который предназначен для обучения школьников. Второй проект у нас связан с аддитивными технологиями. Была изготовлена реальная боевая пресс-форма, которая рабочая для Казанского моторопроизводственного объединения. Во время презентации стенда ректор КФУ подчеркнул высокий приоритет, присвоенный в политике университета, развитию инноваций и то, что университет делает все для того, чтобы выпускники смогли хорошо устроить свою жизнь. Существует одна стратегия, чтобы наши выпускники хорошо устраивали свои жизни и после того, как завершат обучение в Казанском федеральном университете, достаточно легко могли либо найти работу, либо создать для себя высокотехнологические рабочие места. Как раз на это же нацелено и сегодняшний форум, где мы выставляемся, показываем то, что мы можем делать и ищем здесь себе партнеров в лице крупных работодателей. Андрей Фурсенко отметил, что регионы и сами вузы должны делать все для повышения качества образования. В сегодняшнем мире закончить образование в целом невозможно. Человек должен понимать, что учиться будет всю жизнь и, наверное, для того, чтобы это происходило, надо получить, что это вообще интересно и что это доставляет удовольствие. Человек должен получать удовольствие от образования. Но все же основной темой стало развитие технологий повышения региональной конкурентоспособности в сфере инноваций. Такой подход позволяет связать научную и проектную деятельность университета с потребностями региональной экономики и создает условия для успешной реализации приоритетного проекта. Вузы как центры пространства создания инноваций. Вузы должны перестроиться. Если они будут как высшая школа, то есть те лексии, которые у профессора есть, они будут ее слушать и будут работать над своими предпринимательскими качествами, над научными разработками, лабораторией, значит, конечно, этого нам не хватает. На участие в российском венчурном форуме и в программе акселерации подали заявки 444 команды из России и еще 11 стран мира.